Встреча с мумией Древний Египет давно стал темой для всяческого рода спекуляций, когда создаются мифы и пачками вбрасываются в сеть. С одной стороны, мы видим живой интерес к историческим сенсациям, но с другой, похоже на то, как злонамеренно искажается история, как навязывается ложное восприятие вполне обычных вещей. Создаются модели недоверия к науке и фактам. Сегодня рассмотрим очередной миф, который, как часто бывает, выдавался как срыв покровов. И суть его в том, что фараоны и чуть ли не все население Египта, включая Нубию, в древности курили гашиш и табак, баловались коксом и другой наркотой, которую им поставляли наркодилеры с другого континента. Это ученым якобы удалось доказать, исследовав тысячи проб мумифицированных останков. В мумиях содержалось не меньше наркотических веществ, чем в организме современных наркоманов. В общем, в Древнем Египте, оказывается, царила поголовная наркомания. Статьи на эту тему корнями уходят в серии книжных изданий 20-летней давности вроде «Загадки древней истории», «Сто великих тайн» или «Сто великих курьезов истории». Такие книги компилировались людьми, которые не разбираются в том, что пишут. Информация черпалась не из научного материала, а чуть ли не со слов неких очевидцев или избранных, которые посвящены в тайные знания. Подобное делается и по сей день лишь с единственной целью – побольше продать псевдоисторических книг. Вот из таких фантазий и растут мифы, которые в наши дни выдаются за научные открытия, и люди безоговорочно в это верят. Немецкая исследовательница, точнее судмедэксперт-токсиколог с очень русской фамилией, изучая образцы волос, ткани, костей мумии 21-й династии, в начале 90-х годов прошлого века нашла в них очень малые следы наркотических веществ. Из чего сделала вывод, что древние египтяне употребляли табак, кокаин и гашиш. Сразу насторожила, что ее деятельность никак не связана с египтологией и то, что она намеренно искала наркотики. По словам Светланы Балабановой, она отыскала пробы неположенных египтянам веществ даже по слоям смолы, нанесенным при бальзамировании. Если немецкий токсиколог Балабанова сообщила об обнаружении в тканях египетских мумий следов коки, табака, растений, происходящих исключительно из нового света, то подобные тесты, проведенные позднее другими исследователями, не показали наличие таких веществ. Сэр, нельзя проводить вскрытие мумии. Рамзи, врачи делают свою работу. Умоляю, не трогайте мумию. Вы все умрете. Все, кто ее трогал, умерли. Вы всех нас убьете. Свидения о находках табака публиковались в 80-х годах в журналах «Вокруг свет» и «Огоньке», где писали о том, что египтяне нюхали кокс и курили гашиш с табаком. Серьезных пруфов на все это, естественно, нет. А когда не существует источника несуразицы, то не всегда можно найти аргумент, который все это может опровергнуть. По сути, это запущенный чайник Рассела. Но, с другой стороны, я не отрицаю того, что вполне мог что-то упустить. Тем более, на тему кокаиновых мумий было снято несколько документальных фильмов. Но иногда бывает, что в таких фильмах не всегда полагаются на информацию из подтвержденных источников и обновленную базу данных по египтологии и археологии, порой апеллируя весьма устаревшей информацией, а то и весьма искаженной. Хорошая тема, чтобы конструктивно взвесить все «за» и «против». Посмотрим, какую информацию удалось отыскать. Вот один из источников. Журнал «Вокруг света» номер за сентябрь 1986 года. В рубрике «Загадки открытия» небольшая статья с пометкой по материалам зарубежной печати, подразумевая парижский журнал «Наука и будущее». В ней кратко рассказано о найденных частицах табака при изучении мумии Рамсеса Великого. Тогда и появились гипотезы о курящих фараонах и связях египтян с Южной Америкой. Но так как за все время изучения Древнего Египта не было обнаружено ни единого, даже косвенного упоминания о табаке или Южной Америке, то серьезно такие версии рассматривать не стали. Тем более, некоторые исследователи смогли доказать, что алкалоид древнего происхождения был частью бальзамирующих смол. Долгое время музеи для сохранения мумий и экспонатов использовали консерванты на основе стрихнина, никотина, кокаиновых производных, мышьяка и ртути. Это еще одна причина, по которой искомые субмедэкспертные вещества могли быть обнаружены в египетских останках. Никотин, природный алкалоид, содержится не только в листьях табака, но и в ряде безобидных продуктов и растений. Дикий баклажан произрастал в Египте, а сирийскую цветную капусту могли доставлять фараонам караванами. Никотин имеется даже в организме человека, вырабатывается печенью и необходим для обмена веществ. В Африке на Среднем Востоке есть виды растений, в которых содержатся никотина и кокаиносодержащие вещества. Также надо учитывать, что не до конца изучены растения, которыми пользовались древние египтяне. Они могли содержать компоненты, принятые из-за остатки наркотических веществ, и которые, распадаясь со временем, могли ферментироваться, деградировать и приводить к неожиданным результатам. Поэтому не стоит корить ботаников, если они не могут по этой теме дать исчерпывающий ответ. Так что нет ничего удивительного в том, что следы подобных соединений в малых количествах могли содержаться в египетских мумиях. Они, например, могли попасть внутрь тела как при жизни, при употреблении определенных продуктов, так и через бальзамирующий состав и оберточную ткань. Вместо того, чтобы более подробно изучать растения или источники этих мифов, многие верят, что древние египтяне торговали с Южной Америкой, упарывались коксом, и что, конечно же, историки от нас все это скрывают, и что уже пора кардинально переписывать историю. Что такое, доктор Рафат? Летите на Луну после. Думаете, к чему все эти меры безопасности? Ради смеха? Скальпель, Мустафа. Ты издеваешься? Человечество с глубокой древности пыталось найти средства от боли. У древних египтян были свои наркотические вещества. Они использовали опиум и коноплю в медицинских целях, а последнюю и в промышленности. Например, в производстве парусов и канатов для кораблей. По оценкам ученых, египтянам было известно много наркотических веществ, но опознать смогли лишь малую часть, ведь описания и изображения растений зачастую стилизованы и неточны, а то и вовсе не сохранились. Но для бальзамирования тел в Древнем Египте, насколько известно, наркотические вещества не применялись. Контакты с Америкой до Колумба – жаркая тема для дискуссий. Существует немало гипотез, как фантастических, так и более-менее научно обоснованных. Например, на основе сходства культур, по археологическим находкам, которые могли быть свидетельствами контактов, по хроникам о дальних плаваниях. Активным сторонником гипотезы о египетско-американских контактах был известный путешественник и антрополог-любитель Тур Хейердал. Ради подтверждения гипотезы он самостоятельно совершил морское путешествие из Марокко в Барбадос на папирусной лодке, построенной по египетским образцам. Не будучи профессиональным историком, Хейердал выдвинул предположение о связи между культурами Египта и Древней Мезоамерики на основе сходства письменности и архитектуры. Но в действительности сходства все же только внешние. Так, египетские пирамиды и мексиканские храмы сильно различаются по форме, по предназначению, датировками строительства и использованными технологиями при постройке. Путешествия в Южную Америку или контакты с некой прибывшей оттуда расой использования табака или кокаина не были зафиксированы ни в одном источнике Древнего Египта. Но при этом имеются многочисленные свидетельства о торговых отношениях с соседними странами, отчеты об экспедициях в Ливан, Пунт, Крит с определенными товарами, но нет ничего такого, чтобы хоть как-то намекало на взаимоотношения с другими континентами. Про Австралию даже не напоминайте, это жалкая подделка. В прошлом веке в Египте гнездился австралийский военный корпус, а потом, видимо, какой-то энтузиаст, под впечатлением увиденного, вернувшись домой в Австралию, накорябал на скалах псевдо-египетский текст. Не клюйте на то, что пишут в блоках или жежежках, пытаясь очернить Древний Египет, египтологию и археологию. Кстати, археологи рассказывали, они в запечатанных гробницах, в местах, куда несколько веков не ступала нога человека, находили окурки или полиэтиленовые пакеты. На первый взгляд сенсация, но правда куда прозаичнее. Никогда не курил, не злоупотреблял алкоголем и никому не советую даже пробовать. И моя музыка всегда писалась на ясную голову. Поэтому вы с ней и погружаетесь в мир Древнего Египта. Спасибо за просмотр, следите за новыми фильмами. До встречи. Уходите! Уходите! Все выходите! Быстро! Назад! Выходите! Выходите все! Живо! Субтитры создавал DimaTorzok